Экономика. Бизнес. Финансы. Программа Экономика. Через несколько лет, когда в мэрии Кирова сменилось руководство, и оно признало, что сделка нанесла ущерб городу, было возбуждено уголовное дело. За махинацией с землей осужден один из учредителей завода охотничьего и рыболовного снаряжения, который купил участок у муниципалитета Леонид Ефаркин. Также обвинение по данному факту предъявлено экс-главе города Владимиру Быкову. Программа Экономика. Почти 2 миллиарда рублей заплатили за год кировским безработным. Итоги противодействия безработицы озвучил первый зампред правительства Дмитрий Курдюмов на заседании правительства. За год помощь в трудоустройстве оказана 27 тысячам жителей региона. Число обращений в службу занятости выросло в два раза. Пик роста численности зарегистрированных безработных наблюдался с апреля, но к концу года численность безработных снижена на 20%, отмечают чиновники. Второй этап программы туристического кэшбэка стал более успешным. Рост продаж турпродуктов по Кировской области отметил Центр развития туризма. В ходе второго этапа программы с 15 октября по 5 декабря, по которой россияне могли вернуть до 20% за свои путешествия, возросло количество бронирований туров в кировские отели и санатории. Участников было, правда, немного, менее десятка, однако все они отметили и рост числа бронирований, и удобство стопроцентной оплаты, что служило гарантией заезда путешественников. Всего по России за два этапа программы граждане купили туры на 6,5 миллиардов рублей. Государство вернуло туристам за поездки по стране 1,2 миллиарда, всего было выделено 15 миллиардов. У основных туроператоров продажи выросли в среднем на 40% по отношению к аналогичному периоду 2020 года. А вот Санкт-Петербург, например, потерял 90% организованных туристов из-за карантинных ограничений. В завершении курсов валют на сегодня. Официальный доллар 73,55 рубля, евро стоит 89,25. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Эхономика» на 101FM 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 Программа «Эхономика» на 101FM